сейчас на этот на этом моменте закончен и мы сейчас приступаем ко второму сегменту вот код пропал и опять код появился зато сергей ладно пока его нету давайте мы зададим вопрос у нас на запись идет эльза ну вот скажите смотрите малые оракулы большие оракулы малая колода ленорман большая колода ленорман 2 а как вы не запутываете сами куда чего как это все это но я шучу конечно здесь есть такая интересная тонкость я три дня назад принимала клиентов у людей которые как не обращаются уже 20 лет подряд за консультант это с одной стороны почетно с другой стороны грустно а чем если 20 лет вы не смогли ничего или у них постоянной ситуации какие-то возникает стран очень много раз они обращаются ко мне по разным вопросам например у меня есть уже один очень давный клиент который когда-то пришел ко мне и сказал эльза я знаю вы сделаете меня миллионером серьезно я сказала значит сама не миллионер как я могу из вас сделать миллионера он сказал а я знаю что и как сделали скажем он не стал многомиллионером дорогие дорогие друзья прошу обратить внимание эльза делая своих клиентов миллионерами обращайтесь обращайтесь я видел сергей взял в руки шашки это означает что он готов эльза у вас вы готовы сейчас у нас есть вопрос тут готовы да только вы обязательно скажите какую из трех вариантов внутри еще пару вариантов вы берете в руки там ленорман там это конкретная ситуация вот пишет мне мама одного молодого человека сейчас я вам скажу моему сыну 33 года в этом году исполняется и он знает абсолютно все что с ним произойдет он знает он идет по пути который он для себя определил много лет назад но вот ситуация такова что его сократились его работы и сейчас он как-то вот находится между работами что можно было бы ему посоветовать и каково его скажем направление очень и очень способные и чем молодой человек я кстати с ним знаком тоже судя потому как пишет мне мама вот действительно очень способный но как всегда бывает взлет и бывает падение вот сейчас наверное какой то вот такой вот может быть падение давайте посмотрим вопрос направление до направлении его ну скажем пути по какому пути он должен идти чем он должен заниматься ну его специальность финансов в общем то вот второй вопрос сразу по ходу собирается жениться ну вроде бы кандидатура подходящая возраст еще раз 33 года дата 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 могу назвать для эльзы я знаю что ей так скажем надо 26 мая восемьдесят четвертого года сергей вы будете первые или первая он уже готовил уже входит 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 в странно 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 я взяла на нуду мало или норман первое что у меня выпало пускай нам сказать пускай нам скажет сергей ночи хорошо а можно определить пользуясь магическими способностями о том какова его сфера деятельности ну предназначение я просто помню у меня был такой эпизод когда человек задал такой вопрос я каждый тебя увидел сразу а расшифровывали мы их полгода серьезно ну у нас есть время на самом деле мы еще не 20 лет с клиентами так что такое я бы подумал это работа с документами это юридическое что-то это госслужба вы знаете я зная ну как нумеролог я когда-то считал то есть он относится к тому типу людей за которым может идти большие массы и это действительно возможно да какая то есть вот это очень серьезно потому что финансы это какая-то очень маленькая часть его возможности я бы так сказал ну сегодня она финансы то есть можно быть намного шире ну давайте мы спросим эльзу а потом второй вопрос все таки по поводу личной жизни если так скажем так вот последняя последняя будем говорить кандидатура она вполне соответствует ложится так скажем все хорошо все нормально но мама раздает вопрос так тут же понятно я могу сказать что есть сергеем синхронии ну скажем вопрос определение рода занятий один самых сложных вообще я вижу что человек очень харизматичный и перспективу тоже я вижу госслужбу то есть человек который на самом деле может быть и конгрессменом перспективе финансы это действительно очень маленькая часть того чем он может заниматься но это не бизнес это не свой бизнес это именно госслужба либо это карьера в какой-то очень крупной организации нужно крупной частной но очень это глобальный а вспомогательный вопрос вот я вижу тут записали investment как реал эстейт может быть недвижимость да может то есть может инвестировать недвижимости получать результат не самому не ну просто есть возможности и их использовать эти возможности у меня еще получилось компаньон это не характерно высокая позиция компании да но не самый главный руководитель и не хозяйство ну логично логично я полагаю так что возраст ну еще не конечно не такого как бы такой серьезный но уже можно было бы определиться кем ты будешь быть или ты лидер или ты действительно фронтмен или ты какой-то там скажем просто член команды и так далее если уже пока еще не определен то есть до сих пор не было такого то наверное и не надо понял спасибо но вот тогда вот вопрос ну наверное больше кельзи она решила взять вот карты малую колоду ленорма а почему не таро скажем вот сергей он не пользуется картами ленорма пример мне сложно сказать почему ленорма она более однозначно знаете майкл есть люди с которыми вот прямо учатся при помощи колоды есть люди с которыми работать при помощи колоды с мамами мамы я часто а есть люди с которыми вообще не ходят с какими-то колодами да но вы знаете серьезно первый раз мы еще а я задавал задавал вопрос и говорит они надо метали в общем а как и за как у вас сергей был как ученик подающий блестящий превзошел учителя и еще неоднократно но на самом деле с ним было работать очень легко и интересно потому что мы быстро у нас есть некое общее поле возможно потому что очень давно в этой теме сергей очень и много постоянно учится и очень много знать эрудированный вот краснеет несмотря на то что у него четыре звезды на погонах а вот эльза еще раз вопрос не знаю к вам может быть и сергея в какой-то степени но смотрите у нас есть человек так который год был озвучен у нас есть его возраст дата рождения у нас есть его скажем по английски это background его прошлый то чем он занимался а нельзя ли скажем так войти так это вот как парапсихологи ясновидящие там они входят в этого человека соединяется вот я про него говорю они через меня соединяется с этим человеком и карты в принципе они конечно помогают они чет такое но в принципе уже понятно о чем идет речь я с этого начинал я от этого ушел потому что это очень опасно намного спокойнее работать все что происходит здесь то есть вы пытаетесь несмотря на то что у вас есть какое-то мнение уже ну бывает интуиция вот видишь там человека на экране ты уже там про него может быть знаешь или знаешь допустим какой-то конкурс идет и ты считаешь что он уже победителем примеру вот ну у меня довольно часто кстати это бывает но бывает конечно о том что ты вот хоть и ты можешь желаемо выдавать за действительное очень легко это происходит очень поэтому карты это но не более объективно чем я я могу ошибаться я согласна с сергей потому что входить в человека это входить во все его импульсы то есть это полное снятие каких-либо границ на время и если взять опыт несновидящих которые делают они часто и совершенно не видят того что будет завтра потому что человек есть свои проекты о том что и ясновидящий только именно входит без карты он видит то что видит человек которого как правило а потом как вы относитесь к тому что у каждого человека есть свои какие-то личные ситуации и в принципе к вам обращаются люди и вы оказываете услуги тем людям которые к вам обращаются но вот у вас у самих возникли ситуации вы друг другу обратились бы по этому поводу или решали бы эти ситуации с помощью карт вашу конкретную ситуацию сами я обращаюсь у меня есть исключительный человек которому я обращаюсь но вы обращаетесь если возникает ситуация которая очень редко я стараюсь так вот тут не существует ли здесь опасности того что вы будете в этом субъективны будем так говорить в решении этой задачи вы не сможете ну как говорится с холодной головой эту ситуацию для себя определить и карты могут выпасть как раз таки в связи с тем как вы хотели бы чтобы это произошло или ваше мнение могу я отвечать да да я бы сказала что я занимаюсь ведь не только картами занимаюсь ими уже слишком давно скажем так имела случай убедиться в том что когда играют гормоны особенно тогда конечно это затмевает точно информацию но с годами и даже дело не в возрасте а в том что действительно когда работаешь с картами как будто подравниваешь стопку бумаги на столе свои мысли и свое восприятие жизни но оно вообще меняется кроме того я как сказала уже занимаюсь только картами скажем я занимаюсь у меня довольно высокая ступень и эта ступень это ступень позволяет наблюдать за собой экстраполироваться от собственных вод и мыслей можно но есть более жреческий вариант когда обращаешься абстрагироваться когда можно обратиться к учителю за информацией я не злоупотребляю этим но учитель имеется в виду и живой учитель не из плоти и крой а учителя которые ведут этой практике я стараюсь неплохо подправлять потому что здесь тоже он играет между нормальным и ненормальным сознанием я просто могу сказать что с гадами я научилась отстраняться от своих тюланий и попытки увидеть то что я поэтому я спокойно гадаю понятно сергей а вы обращайтесь к вашим учителям если они у вас конечно есть которые не из плоти и крови ну понятно они сами приходят ну вы знаете вопросы эльза как сама затронула это то о чем мы говорили буквально вчера я проводил интересную программу с одним очень интересным человеком и речь шла о контактерах так называемых ченнелорах или люди людей которые общаются с высшими мирами с высшими силами ну есть такие люди были такие люди они есть такие люди и у них есть учителя да которые их ведут по жизни и решают какие-то помогают решать задачи то есть вот эльза обращается а сергей не обращается у меня есть с высшими силами и персонифицированы но у меня нет детей то есть я скорее получаю распоряжение команды приказы иногда выполняю иногда спариваю иногда я такой херней заниматься не буду просто ну я понял эльза вы хотели что сказать да я хотела сказать что то о чем я сейчас проговорила никак не пересекается с ченнелингом я даже не знаю как вам объяснить чем это отличается я не слышу голосов я не пишу автописьмо слава богу обращение к учителям это некое внутреннее состояние наверное медитация какая-то в которой приходит понимание некой ситуации жизни вот это называется у меня обращение к учителю не более того вначале мы в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok